Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня, ребята, я покажу вам, как приготовить этот удивительно вкусный чизкейк без выпечки. Больше всего мне нравится, как сочетается карамельная прослойка с воздушным сыром маскарпоне. Итак, давайте приступим! Для основы нам понадобится 300 г печенья, 150 г сливочного масла. Для начинки 500 г маскарпоне, 200 мл жирных сливок, 150 г сахара и 20 г желатина. Первым делом замочим желатин и добавлять его будем к маскарпоне вместе со сливками. Тем временем, пока желатин набухает, измельчим печенье в мелкую крошку. Добавляю растопленное в микроволновке масло. Немного перемешав, чтобы крошка равномерно пропиталась маслом, пересыпаем ее в разъемную форму, которую предварительно застелили пергаментной бумагой. Теперь наша задача, как следует, утрамбовать печенье, которое послужит основой для нашего чизкейка. В таком виде отправляем форму в морозилку. И пока основа замерзает, приготовим карамельную начинку. 6 г желатина заливаем 40 мл молока. Карамельная прослойка будет находиться в середине торта. И чтобы разрез получился аккуратным, мы зажелируем ее. Набухший желатин растворяем горячими сливками. При необходимости его можно растопить в микроволновке. 250 г карамели заливаю 150 мл горячих сливок. Сюда же отправляем растопленный желатин. Дно формы, которое меньше, чем наш чизкейк, обтягиваю пищевой пленкой. В ней будет застывать карамельная прослойка. Ее также отправляем в морозилку. Для сырной начинки сахар и сливки взбиваем до мягких пиков. Соединяем маскарпоне со взбитыми сливками. И сюда же добавляем 20 г желатина, который мы замачивали в начале. Чтобы в чизкейке не было комочков и желатин равномерно распределился, растопите его в микроволновке с небольшим количеством сливок и маскарпоне. Теперь осталось все тщательно перемешать. Делим сырную массу приблизительно пополам. Первой частью мы зальем торт сразу, а второй частью покроем карамельную прослойку. Сгладив неровности, отправляем торт на 1 час в холодильник. Когда первый слой чизкейка остыл, аккуратно ножом отделяем карамельное желе от формы. При помощи пленки переношу карамель на торт. Подровняв края, заливаем второй половиной сырной массы. Тут нужно достаточно быстро распределить маскарпоне по поверхности, так как желатин быстро схватывается и могут появиться неровности. спустя 5 часов аккуратно достаем тортик из формы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теплым ножом можно пройтись по поверхности, чтобы сгладить неровности. Края чизкейка украшаю миндальной стружкой. Орешки лучше будут держаться, если бока торта обмазать масляным кремом. Этим же масляным кремом можно украсить верх торта. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим, как выглядит чизкейк в разрезе. Тортик полностью остыл, и слои хорошо держатся вместе, не смешиваясь. Это невероятно легкий десерт. Сделайте его вечером, а с утра можете звать друзей на чашечку кофе или чая. А главным преимуществом этого чизкейка является то, что его не нужно выпекать. Мне очень нравится сочетание сливочного сыра и карамели. Они просто тают во рту. А печенье с орешками добавляют пикантности. Попробуйте приготовить чизкейк карамель по этому рецепту. И поделитесь своим опытом здесь под видео или в моей группе ВКонтакте. Смотрите также мои другие видео. И до новых встреч!